я в эфире доброго времени суток мои уважаемые друзья товарищи ученики страждущие ищущие все те которые действительно сегодня нашли время для того чтобы наше с вами общение собственно говоря и состоялась судя по вопросам они уже имеются быть в наличии так что катерина начинает читать а мы с вами будем дискутировать искать ту пресловутую истину которая даст нам возможность с вами качественно улучшить свою жизнь дать перспективное будущее своим детям согласно нашим вопросам лиза здравствуйте собственно говоря научиться в этой жизни соразмерно и эффективно тратить свои усилия для того чтобы как можно дольше как можно лучше и качественнее и проживать именно проживать и так катерин я слушаю добрый день ирина николаевна добрый писал в прошлом эфире но есть вопрос сможет ли бывшая жена мне простить не мужское поведение она вроде даже общаться с другим мужчиной что очень задевает меня послушав ваши ответы понял что до сих пор не понимаю как вести себя с ней чтобы снова заинтересовать ее спасибо что поможет мне в данном случае не знаю так как жена пока что полностью безразлична в мою сторону а четкого плана действий у меня так и нет на данный момент мы находимся в разных странах из контактов у нас мессенджеры спасибо руслан руслан услышите меня для того чтобы ваша жена обратила на вас внимание вам нужно достаточно серьезно верно выбрать модель поведения выбрать дело выбрать позицию та которая будет вас характеризовать как мужчину это первое второе надо навязываться женщине потому что чем дольше и глубже и чаще вы к ней стучитесь и одним и тем же языком и ничего собственно говоря не меняется тем больше негатив в свою сторону вы обретете так вот нужно чтобы ваши достижения ваши изменения кто-то донес вашей жене потому что третий человек третья сторона так называемая которая с восхищением будет рассказывать о ваших изменениях и привлечет то внимание ее к вам для того чтобы вас возобновились другие отношения то что вы страдаете ничего при этом не делаете не дает вам никакой перспективы на улучшение отношений или на ее внимание по отношению к вам но это уже все проходили ничего не меняется если нет изменений тогда уже и нет заинтересованности с другой стороны а то что она с кем-то встречается или общается но коль вы расстались она в принципе имеет на это право другой вопрос насколько вы готовы для того чтобы ее внимание коль она вам дорога было обращено опять к вам значит вы должны стать другим тогда все и получится здравствуйте ирина николаевна есть ли смысл в современных школах социализироваться можно не только там обучение можно выстроить самим более эффективно под своего ребенка зная его склонности сыну скоро 7 рассматриваю либо платную либо самой организовать процесс потому что в платных тоже нагромождение всего на свете лиза услышите меня пожалуйста школа качество знаний которые даются в общеобразовательных учреждениях судя потому что я слышу меня уже давно никто там не учится они оставляют желать лучшего это факт но вспоминайте себя все дружеские отношения все модели поведения все разборы полетов вся коммуникационная связь умение отстаивать прохождение конфликтов умение дружить без каких бы то ни было там выгодных таких вещей вообще умение держать ситуацию закладывается именно в этом возрасте и именно в таких школах другой вопрос если вы найдете хорошую достойную школу с хорошей сутевой нагрузкой как образование но количество деток будет соответствовать и будут разноплановые мероприятия которые будут прежде всего развивать коммуникации коммуникационные вот эти связи между детьми ни в коей мере нельзя ставить изначально ребенка выше нежели чем все остальное общество потому что он туда выйдет и будет разочарование мало кто будет готов принимать какое-то там платную школу которая не знакома тем или иным людям вот сутевая нагрузка образования и и действительно необходимо наполнять это обязательное условие чем больше и качественнее проще будет усвоен материал вашим сыном тем легче ему будет по жизни идти но если это будет ограничение в плане три человека в классе там какое-то такое очень специализированное или какое-то дистанционное образование то тогда это будет ущемление именно объемного восприятия вашим сыном так что всегда нужно находить вот это именно компромиссное решение из расчета должно быть живое общение это обязательно должны быть учителя которые вашему ребенку услышите меня все равно платите вы за это или не платите но ему должно быть в школе в учреждении комфортно комфортно наша комфорт наш наш с вами взрослый и комфорт детские это разные вещи и вот для этого и нужно в принципе пройти какие-то учреждения школы какие-то там частные общественные для того чтобы увидеть что предлагают и в какой среде это все будет происходить если это ну достаточно дисциплинарно нагрузочная вещь это подавление это подавление творчество это правда подавление вот именно внутреннего потенциала ребенка если это будет более или менее но такая игровая но все-таки направленная форма десять раз подумайте вы будете отдавать ребенка в то учреждение где ему придется по-новому знакомиться общаться учиться принимать коммуницировать решать конфликты и самое главное чтобы обратная связь была адекватная как от вас так и от тех учителей преподавателей выбор на которых у вас упадет очень сильно боюсь сокращения на работе как мыслями не притягивать эту ситуацию но причина к тому что вы боитесь сокращения на работе значит она имеет вашу именно вашу основу потому что когда мы боимся значит мы не столько боимся в принципе сокращения самого по себе а сколько боимся того комфорта которого можем лишиться так вот вы на работе честно себе признаетесь в этом что делаете вот есть работа где люди приходят садятся пью чай часик потом что-то делают потом опять разговаривают потом еще там что-то есть работа где дается условно неограниченное количество информационной базы которую можно изучить применить и улучшать свои качества вот тут уже посерьезней а есть работа которая абсолютно так тиранистическими методами загоняет человека в патологическое состояние страха и эффекта ему кажется если он туда выйдет оттуда он выйдет то если им управлять не будут то будет беда бедой и потому что другого такого места он не найдет вот нужно понять причину что вы боитесь потерять к чему вы так привязались и что дай бог чтобы это был комфорт достойный до такой хороший перспективный и то что вы боитесь потерять для вас действительно ценно но как правило в любой организации в большинстве к сожалению случаев такого практически не бывает значит тирания или какие-то денежные обязательства на вас давят больше и это продуцирует и провоцирует вот такой формат вашего мышления тогда выйдите пожалуйста сядьте напишите что вы действительно боитесь значит есть какая-то ваша личная причина не дай бог которая включается и происходят изменения с которой вы боитесь не справиться а если вы хороший специалист у вас все налажено и все прекрасно какая вам разница где применить свои навыки и на какой станции условно метро получать ту сумму денег за которую вы начинаете сотрудничать с той или иной организацией подчинение господство мир первичен я творец расшифруйте пожалуйста подчинение и господство господство ну вот давайте так есть три вида воли у нас здесь да есть воля бога но так она называется да или воля этого мира или воля этих законов этого мироздания при помощи которых здесь все функционирует есть это это воля творца это воля того создателя до той природы вот именно природы которая нам предоставляет свои возможности свою территорию на которой мы с вами хорошо или плохо но это наша такая очень относительно субъективная оценка живем есть воля подчиненная которая хотела бы все это разрушить это когда человек назначает себе отрицательную такую оценку того где он находится ему хочется обязательно в другое место это как разность потенциалов но он по какой-то причине не может себе это позволить то ли страшно то ли больно то ли не определился там с чем-то так вот третья воля это наша с вами когда мы между молотом и наковальны знаете как вот между двумя берегами никак не можем прийти и выбрать для себя мыли к творцам либо к разрушителям господство это не есть подавление господство это есть заявление того кто вы есть на самом деле и скрупулезное ежедневное подтверждение соответствия тому что вы заявили допустим что вы человек творящий то же самое та же противоположность господство это когда я господин над кем-то или я условный царь природы я эту природу буду рвать тиранить издеваться над ней гадить на ней как угодно потому что я вот такой если мы это переложим на наши с вами личностные отношения между мужчиной и женщиной мы положим то же самое кто-то боится выйти в люди кем-то стать значит приходит домой начинает быть господином в отдельно взятой квартире и разрушать все что там есть так вот из неопределившихся которые нашим и вашим и спляшем или я на эту тему подумаю завтра нужно и переходить состояние творца именно творя рядом вокруг себя свой мир выстраивая его взаимоотношения неважно на каком уровне в семье ли в коллективе ли в обществе в стране в подъезде неважно принцип везде один и тот же тогда чем больше творцов именно творцов те которые выстраивают то как они хотят не нарушая ничего вокруг станет больше тогда подчиняющихся раболепствующих листецов из приспособленцев станет ровно на такое же количество меньше и чем больше и лучше мы с вами начнем это понимать тем легче и достойнее будет наша с вами жизнь добрый день добрый у мужа рано умер отец мать он любит очень все контролирует видимо это из детства вроде их дело но с появлением детей его мать стала сильно вмешиваться сама не знаю где гулять вопрос-то в чем что муж очень любит свою маму не очень любит вас и что маме позволил контролировать что вы делаете с детьми ну тогда он просто еще недостаточно зрелый и видимо серьезно было такое воспитание где мера ответственность за маму потому что папа ушел была возложена на вашего супруга ее сына и чем больше это чувство вины и ответственности непосильного груза за маму будет висеть тем меньшей степени он будет взрослеть потому что отвечая сын отвечающий за маму но не может стать отцом отвечающих за своих детей за свою жену это такая кропотливая работа которую нужно проделывать желательно сначала сама с собой потом с мужем и потом только с вашей там свекровью потому что на свекровь влиять бесполезно авторитарность и отработанная схема воспитательная она уже достаточно глубоко заложена как модель как отношения как незыблемость формата общения чем больше вы будете этому противодействовать и возмущаться тем больше будет откатная система вашу сторону значит они объединятся против вас вы должны точно понимать сможете вы этому что-то достойное не конфликтное не агрессивное а именно достойную такую поставлена расширенную базу вашего объяснения почему это со стороны вашей свекрови не очень корректно и в первую очередь это должно прозвучать с ваших уст вашему мужу противном случае будет просто скандал противостояние вы будете тормозить мама будет наезжать ну и чем закончится кто ж его знает чью сторону примет ваш супруг сергей спрашивает здравствуйте если два человека пришли к тому чтобы создать что будут создавать семью какие они должны проговорить обязательства друг перед другом и что они должны проговорить в самом начале подождите перед тем как проговаривать какие-то обязательства вы должны друг у друга услышать и понять из каких семей вы вышли какие модели поведения присутствует какая именно авторитарность да имеет место быть женская или мужская первое второе очень внимательно прослушать выслушать и понять те хочу и те образы семьи которые каждый из вас хотел бы воплотить насколько они схожи потом найти схожие вещи которые вы все-таки имеете обоюдно и на основании этого как на столпах выстраивать следующие следующие ваши понятные для друг для друга взаимоотношения из расчета того садитесь просто привычку вырабатывать если что-то непонятно садитесь за вечернее чаепитие или за утрешнее питье кофе и проясняете что будете делать как это будет выглядеть и какой результат должен быть вот если изначально в семье в отношениях будут простроены честные спокойные с понятием того что кто-то может чего-то не знать кто-то может чего-то не понимать кто-то может вот с чем я здесь сталкиваюсь люди говорят одни и те же слова понятия подменяют потому что так было принято или так где-то услышали как только будет понятийный язык один и тот же белая белая черная черная идем идем не идем почему не идем когда пойдем тогда по крайней мере не так быстро но вы будете двигаться если будет накопительная система непонимания каждый думает о своем нет стыковок тогда будете через конфликт решать через спор и конечно рождается истина но истина должна тоже иметь определенную цену ваша эффективность должна рассчитываться за расчета вложенных усилий вечером поговорили с утра прояснили пошли делать и больше к этому не возвращаемся а если возвращаемся только маленьким нюансам которые очень быстро устраняются в противном случае периодичность цикличность выработается и каждую там неделю каждые два месяца там месяц у кого как зависимости от непонимания происходящего будут возникать стихийные конфликты где обязательно обязательно агрессия с той или иной стороны будет пытаться пробить противоположную сторону и какая будет реакция какие будут последствия но лучшем случае как у родителей это можно увидеть в худшем случае будет такое произведение искусства в кавычках на которые нужно будет любоваться молчать или наоборот успокаивать и чем дольше будет противодействие тем больше будет затягивание того или иного решения конфликта чем проще вы будете сами с собой договариваться чем чаще вы будете прояснять как это лучше и я верно поняла и действительно это так или что происходит я немножко не понимаю не боясь задавать друг другу вопросы это и даст вам ту пресловутую гарантию что не будет вашей жизни ситуации через которые вы не сможете пройти который вы не сможете проговорить вот тогда это и будет ваше обоюдное достижение создание ваших личных между собой взаимоотношения лиза индира и руслан передает вам огромное спасибо за отвеченные вопросы пожалуйста следующий вопрос у нас с бывшей женой ребенок инвалид бывшая жена не принимает никакой помощи от меня в данный момент я действую напрямую через врачей но и там бывшая вставляет палки в колеса как быть подождите почему во первых еще да вот просто попытайтесь меня услышать все о чем вы меня спрашиваете это уже достаточно серьезные последствия это инерционное такое противодействие тому о чем вы не смогли договориться любой ребенок который имеет какие-то физические физиологические какие-то несовершенства это продукт родителей вот хотим мы того или не хотим если не дай бог на основании этого возникает разлад семье то родители должны перевести себя в категорию оставим наши с тобой личные взаимоотношения у нас уже есть причина наш ребенок который показывает нам наше несовершенство значит мы должны сделать с тобой все возможное невозможное чтобы у этого ребенка были все возможности развиваться и чувствовать себя любимым понятым перспективным нужным необходимым не падать ниц услышьте меня а исправлять свои ошибки то ли ошибки рода как это называется то ли личные свои ошибки то ли какие-то там что-то было со здоровьем но это уже то что вы наблюдаете со своим сыном там или дочерью это уже последствия возвращаемся на исходную смотрим по-другому распаковываем ту причину слушая внимательно врачей если они действительно хорошие достойные оказывают своевременную и профессиональную помощь они вам обязательно подскажут что нужно сделать для того чтобы жизнь вашего ребенка не ухудшалась от его каких-то ограничений а наоборот явилась знаете как началом нового чтобы эти ограничения ограничения физические стали для него ступенькой для развития интеллектуальных духовных способностей все в этом мире можно развернуть себе на пользу ни в коем случае нельзя еще раз агрессировать друг на друга агрессия она знаете как маятником ходит туда-сюда если вы раз зацепились то обязательно вырабатывается цикл через который к вам опять придет в той или иной форме это агрессия если вы опять зацепитесь у вас заберется вся сила вся энергия вы будете вымотаны вы будете раздражительны вы будете обессилены восстанавливаться поверьте ну достаточно серьезная история и долговременно ищите точки соприкосновения становитесь выше всего этого вас есть куда вкладывать усилия эти усилия должны обязательно откликнуться вашем ребенке и дать свои ростки плоды когда глядя че приходя и видя чем он занимается как он себя чувствует вы увидите плоды своего труда и тогда все остальное будет в меньшей степени вас интересовать спите вы вместе не спите кто кому чего должен кто принес не принес такая банальщина на которую мы тратим всю свою сознательную жизнь здравствуйте здравствуйте определить алкоголика до свадьбы чтобы потом не было мучительно больно отец пил всегда присутствует этот страх ну слушайте меня наверное есть образ который закладывается у человека у ребенка проживающие вместе с мужчиной или женщиной да с тот с тем кто прикладывается к бутылке но опять таки это последствия услышите меня ребенок не понимает что так в этой бутылке стоит там я не знаю горячительный напиток но ребенок имея очень чувствительную душу он считывает энергетику и вообще ситуацию в которой он находится отчего становятся люди алкоголиками наркоманами социально какими-то неустойчивыми субъектами только по одной причине что они не могут себе позволить справляться с теми или иными ситуациями в которые они попадают по жизни они всегда последствия и для того чтобы это последствия негативность или осуждение или стыд или еще какой-нибудь там отрицательную эмоцию ненависть раздражение там агрессивность там злоба месть там еще там что-то никчемность ненужность там несоответствие обессиливание и вот еще какие-то вещи они выпивают 150 града горячительного и у них происходит эмоциональный сброс моментально и они сразу преображаются так вот алкоголик ребенок это тот который увидел этот механизм вот тут плохо а 150 на груди стало хорошо почему и говорят нужно с радости выпивать в кругу друзей в кругу близких чтобы это был накрытый стол чтобы это был праздник в праздник нельзя напиться с горя можно упиться так вот горе это когда заливают это когда женщина убивает мужчину морально обесценивая все что он не смог сделать и не давая возможности ему это сделать он будет пить это мама которая не пускает собственного ребенка не за неважно мальчика или девочку а просто тупо игнорит и закрывает где-то и обзывает и предупреждает подалее принесешь ты такой сякой ты такая сякая когда он выскочит это ограничение будет снято и если перед его глазами или ее глазами будет какая-то расхлябанная личность которая сидит с бокалом чего-то и рассуждает о красивой жизни и предлагает попробовать еще льет всякую дрянь на уши и когда это попадет неосознанное состояние будет раскрепощение то тогда тело наше очень быстро к этому привыкнет и прям будет требовать и при требовать этого наркотика для того чтобы снять вот это напряжение которое человек не осознает и не хочет изменить не хочет что-то сделать в чем-то разобраться терпеливо достойно с пониманием того что будущее строится сегодня она нам сигнализирует если вашей жизни есть достаточно праздных людей которые рассказывают что им все с неба падает они бутылку шампанского выпивают за просто так а что здесь такого то вот они я не знаю а люди которые в это поверили запросто могут стать алкоголиком пиво на имя алкоголь да ладно давай отчет после работы вот это да ладно снятие таким способом или при помощи алкоголя напряжение и порождает зависимость от которой крайне сложно избавиться потому что тело привыкает к удовольствию очень быстро отучать это мука а кто ж у нас хочет мучиться да никто все хотят праздности и удовольствия отсюда все это берется это то же самое как ожирение какая разница какой заменитель вы принимаете вместо того чтобы изменяться вместо того чтобы волевые усилия прилагать к тому чтобы изменилась ситуация в которой вам становилась дня день это дня лучше комфорт нет и перспективы ирина николаевна молодые девушки менее требовательны к мужчинам чем дамы в возрасте они не обременены детьми и кучей житейских проблем на что же они рассчитывают уходя от мужей растеряв чувства к ним ну давайте так дамы в возрасте они требовательны в большей степени как озвучивая позицию свою не потому что у них дети есть вот это пожалуйста не надо к этому привязывать а потому что в ее возрасте с ее усилиями с ее страданиями с ее переживаниями с ее пониманием с ее курсами там молодых бойцов и как охмурить и как подойти как там где-то что-то подтянуть натянуть она не может себе позволить мужчину ну который еще не состоялся это абсолютная фикция но подается красиво в красивом соусе в красном платье и конечно когда вы не разбираетесь и не понимаете причину вам кажется что это вау на самом деле это все не так молодые девчонки которые из агрессивности лет из безысходности или потому что с подружками советовались или потому что мама с ней жила одна они убегают не потому что вы плохие не потому что вы какие-то никчемные чего-то вы не можете у них мало того что самооценка ниже плинтуса мало того что они не умеют уважать ни себя ни окружающих мало того что они за вас выходили замуж и рожали детей потому что надо от мамы было спрятаться или от папы спрятаться и дальше знаете как мозги у рыбки дальше не слушала не смотрела и прям носик вот только засунула искала я на все согласно только спрячь позволь мне спрятаться за тобой как только это решено дальше ничего нет и начинается скандал или она говорит ты куда пошел мне плохо или она начинает выплевывать какую-то гадость требование потому что где-то что-то услышала так вот на тех которые представляются богем на их типа в платье типа в шляпе и о том что они великие все знают вот их оставьте в покое тех которых можно удержать в плане не удержать за а в плане так потихонечку начинать рассказывать что жизнь она не сегодня заканчивается и через день через месяц через два все равно будут возникать те же самые проблемы и с ними нужно учиться справляться не потакать но и не выгонять и ни в коем случае не утверждаться на основании такой молодой девочки она не знает как но если вы будете ее гнуть если вы будете ее тиранить если вы будете ее опускать если вы будете причинять ей боль и она от безысходности не знать будет куда деться поверьте ее подберут вот такие тетки которые научат всяким гадостям и пойдет она по жизни плевать в лицо любому который к ней близко подойдет и получается у нас конфронтация которая не имеет окончания дети таких родителей взращивают себе подобных значит чем дольше мы будем идти в таком направлении с таким воспитанием с таким отношением тем меньше вероятность что мы с вами вообще выживем в этом мире а когда мы между собой воюем то с нами можно делать все что угодно в агрессивном состоянии в бессильном состоянии у человека мозги не варят логика не работает причинно-следственные связи не никак не осознаются начну и превращаемся в убогих животных кушать нечего уж простите меня за слово я пошла с ним переспала взяла накормила ушла и дальше не помню точно так же и мужчины поступают тогда нам тут надо будет со временем друг друга поубивать что вот все остальные будут радоваться вы очнитесь пожалуйста друзья товарищи мы с кем будем общаться мы на улице скоро не будем выходить потому что друг друга бояться будем до безумства выдох чего дойдем с таким отношением бесконечная оценка чужих недостатков и абсолютное облагораживание своих не бывает так больше вам скажу мужчина который выбирает женщину это ровно и его внутро и когда с ним стерва рядом он сам стервозен когда с ним шельма рядом он сам такой не хочет ничего делать и давайте будем честны и в конце концов вы по какой-то причине обратили на это внимание хорошо когда это сделка это хотя бы честный торг согласились обязательно выполняете ну и слава тебе господи там терочки перетерочки пошли на усадитесь за стол переговоров но выбираем там и по тем качествам которые внутри у нас у каждого точно так же как и женщины все одно и то же так посмотрите свое зеркало вы же выбирали вы же предлагали вы же спали вы детей делали рожали говорили приходили одна в роддоме лежала рожала второй приходил туда с цветами выпивали столы собирали что сейчас происходит чем не нравимся мы друг другу это же мы сами кривое зеркало называется так давайте может как-то остановимся перестанем другого-то обвинять из себя начнем кто-то должен взять инициативу в семье на работе в коллективе в отношениях дружеских и не знаю там в приятельских кто-то должен взять инициативу сказать хватит остановились давайте-ка по-другому если так не получается ибо будет бесконечное состояние аффекта рюмка и разговор на тему того как все кругом плохо и собственно говоря я ничего не могу изменить да ну значит будем на это не смотреть они смотрим одним образом в пятницу выхлыш вечером молодое наше поколение там 25 22 а то и 16 но я буду корректно да уже стоят с пластиками бокалочками этими стаканчиками пива и друг другу рассказывают какие-то гадости и гнусности и самое удивительное что девушки чистота непорочная они так мило смеются всему этому а мальчики бы хваляются тем что они могут фразы говорить на нецензурщине и пренебрежительно к ней относиться и еще ее там хлопать где-то и обзывать там как-то это в вашем обществе становится нормой вот и задумайтесь женщина манипулятор если сделала выбор в отношениях видит вас жертву или ресурс и чем она отличается от социопата да ничем абсолютно если вы продемонстрировали свои ресурсы значит вы станцевали танец с бубнами если вы позволяете так с вами обращаться и тут не важно какие отношения присутствуют если вам на голову одевают о том что королева с не зашла на ты добр будьте и если вы молчите и и вам я не знаю там без конца выплевывают какие-то претензии и то что вы должны делать а вы никак не решаетесь сказать нет то какая вам разница как она называется пострадаете вы и ваши ресурс есть принудительно воспитанная модель поведения понятно откуда до из дома ножки растут где вы смотрите как кролик на удава и ничего сделать не можете если вы не можете сказать значит уходите или пишите письмо какая разница какая этикетка на этом на всем стоит что вот это вот без конца ищите эти новые слова газлайтинге поддергивание счета что все очень просто вам плохо ваши интересы ущемляют значит вы останавливаетесь где спасибо огромное зачем вам название когда нужно действовать зачем вам долго размышлять когда вам уже плохо если вы молчите вы даете чайку повод на тему того думать что вы попали значит когда вы будете уходить вам расскажут что вас думает сможете вы не сагрессировать сможете вы улыбнуться и сказать господи милая войну зачем же тебе такой уродицы ну ты ж такая красивая такая потрясающая такая незаменимая такая великолепная но оставь меня у бога в покое найдешь лучшего я абсолютно в этом уверен а я буду очень за тебя рад и счастлив а я пошел у меня дела зачем вы сидите всю эту жвачку жуете там вот это вот лазите все вам должно быть или хорошо в вашем понимании или некомфортно как только вы чувствуете некомфорт значит причина в том что кто-то вам что-то делает то что вам не нравится вы или не хотите осознавать или это как обычно образ жизни который само собой разумеется а как это называется почему это женщина или мужчина да это тут совсем не важно слова совсем как справляться с агрессией и перестать агрессировать спасибо во первых нужно понять да откуда и сколько у вас и и агрессия она же имеет определенную направленность это неразрешенный импульс тех или иных ситуаций которые вы накопили достаточно много основы их или больно или страшно ну так вот и не согласие но не согласие внутренние они внешние значит мама вам говорила ты сволочь ты такой сякой ли ты такая сякая а вы в детском возрасте не могли ничего противопоставить и единственное такое распределение которое присутствовало это чуть-чуть сделать какую-то гадость чтобы не убили за это вы получали еще больше и тогда это агрессия начала оседаться да вот люди такие полные бывают ну такие вот не очень образные как это говорится да вот это огромное количество агрессии которая декларируется ровной противоположностью я открыла бизнес меня разорили я его любила он так поступил я вот тут такой великий она такая убогая да ровная противоположность работает как только вы это понимаете вы же агрессируете агрессия это защита это вы уже заведомо проиграли как только вы понимаете что импульс агрессии вас возрастает значит вы достаточно длительный период времени находитесь в одной и той же ситуации в одним в одной из той же спайка с человеком или там с группой лиц или там системе какой-то работаете когда на вас таким способом давят чтобы вывести вас из равновесия чтобы вы проиграли именно проиграли сопли слезы кинулись бросились наговорили гадости или как каким-то еще способом защитились потом вы стану вас встраивают в управление как только вы это понимаете вы можете но я надеюсь все же адекватные люди вы же понимаете в какой ситуации с кем вы так поступаете агрессируете значит учитесь улыбаться господи какое счастье я вот сегодня с утра встала прям в окне пока кофе пила прям видела ваше улыбчивое лицо какое чудо что вы в моей жизни есть но сейчас с вами обо всем разберемся и вот в этом случае вам нужно начинать чуть-чуть придерживать ситуацию простите пожалуйста я не поняла вы что мне хотели собственно говоря сказать еще там как-то и вы растягиваете договор тогда не вы будете агрессировать этот оппонент который который привык вас таким способом выводить из равновесия и ровно те наоборот ну тренируйтесь хотя бы чуть-чуть общаюсь с девушками 18-22 года и большинство из них не хотят заводить детей это что-то новое пришедшее к нам из запада или так было всегда и проходит с возрастом нет это ничего нового это инфантилизм вот представьте при нынешней загрузке этих родителей которые родители которых жили в 90-е годы никто этими детьми и бедными детками и девочками мальчиками никто не занимался и там недополученное должно кем-то быть компенсирован и вот эта компенсация в виде вас я с тобой простите буду спать а ты меня будешь любить на ручки носить платья покупать мороженым кормить в отпуск возить и я детях здесь разговора нет потому что своего насыщения еще не произошло и плюсом внешняя пропаганда которая говорит да что это такое после только 30 пока карьеру не сделаешь пока там свои потребности не закроешь там еще там много вот я всегда в свое время отвечала да и сейчас бывает такое если задают вопрос всегда отвечал давайте мы с вами вот просто посчитаем коль вы действительно хотите иметь детей не факт что все хотят но не факт понимать потому что это нагрузка это нагрузка это обременение это ж не кошечка собачка которую можно взять потом выкинуть да а то ж люди еще осудят там или еще как то так вот садитесь и начинайте считать допустим в 22 в 23 выражаете ребенка в нынешней системе даже если она не сильно трансформируется то это достаточно дорогое удовольствие и вам 40 а ребенку только 20 и дай бог если он у вас будет вундеркиндом и вы достойно его воспитаете о том что он пойдет 16 лет работать он будет пахать с утра до ночи будет три языка знать компьютерным гением станет и в 16 лет прям вот начиная он в онлайн режиме будет сам себе зарабатывать еще и вам выделять видели тогда каких нигде как вот таких где-нибудь видели думаю что нет так вот в 20 лет для того чтобы он кем-то стал родителям придется достаточно хорошо потрудиться потому что все образование будет платно и не потому что он у вас дурачок или она не путевая а потому что система так заточена а вот теперь посмотрите если вы в 30 рожаете вам уже 50 еще не известно в нынешних условиях как это будет динамично развиваться до какой уровень стресса каждому из родителей придется выдержать на работе в семье от претензий от собственных хочу желаний плюс сам ребенок который там гиподинамией там или еще чем-то обременен сейчас быстренько диагноза у нас всякие ставят так для того чтобы родители тоже не забывали носить куда-то там деньги и вот представьте ему 20 а вам 50 и все равно придется его учить или конечно его можно выбрать а если в 35 плюс 20 вот и смотрите вы свое самолюбие тешите или действительно понимаете что это серьезно ребенок и не надо их пятеро шестеро если не тянете но один это серьезно он придет из вашего будущего и вы должны это будущее самым самим себе обеспечить а прям тут геройство какое-то я ребенка родила я мать и побежала и все должны никто никому ничего не должен вы берете на себя ответственность за жизнь которую должны взрастить к в которую должны что-то чем-то наполнить как-то объяснить научить сопроводить и спокойно потом со стороны наблюдать и знать что все что вы смогли вы сделали тут какая-то однобокость такая она не хочет я хочу то это ж не магазин сходить услышите меня пожалуйста доброго времени суток родители считают что их давно уже взрослый сын им обязан особенно мать она так и говорит что сын должен что-то дома делать чем-то помочь что-то там еще правильно ли это так считать что дети должны своим родителям подать стакан воды до стакан-то воды конечно наверное нужно подать если больше никому но вот слово должен всегда будет получать противодействие и чем дольше и чем раньше это было начато как объяснительная база я тебе жизнь дала я тебе школу поднимала я тебе рубашки гладила там или еще что-то это еще родителям да значит тем больше вероятность того что эти дети отплатят тем же чем больше они будут считать что они должны со временем если все-таки от противного вопреки и потому что они будут выстраивать свою жизнь и чего-то достигать родители увидят и их результаты себе начнут пришивать как достижение до медали на грудь то очень большая вероятность того что эти родители ничего не получат вот тут надо понимать то что касается действительно если есть потребность в отдаче она должна быть всегда то ребенок сам назначает возможность какого формата отдачи он готов на каждом периоде жизни будет своя отдача но должники это же люди определенной категории они вспоминаете если у кого-то был кредит денно и ношно сидишь и думаешь как бы из под этого долга вылезти всеми правдами и неправдами так вот я опять обращаюсь к родителями если вы своих детей награждаете долгами они будут делать все возможное и невозможное чтобы любыми доступными им способами выскочить из-под этих долгов значит отсюда опять начинаем с того что будет скандалы и агрессия конфликты противостояние недовольство игнор только уже в обратную сторону вот то что вы вкладываете то что вы на голову одеваете я опять родителям сейчас говорю то вы в обратную сторону и получите лет через 20 почему еще раз говорю дети наши попробуйте это осознать это наше будущее и вот как вы к ним относитесь в ежедневно своем настоящем то вы получите от них и в будущем другого нет чему научили то и пожинать будет научили любить уважать рассказывать рассуждать объяснять ваш ребенок будет делать то же самое не научили он пойдет в подворотню какой-нибудь дауна научиться и он вам это все равно все выдаст потому что тот сказал а вы забыли и вот это должен в лучшем случае уберите спокойно с объяснением того что я не понимала что это тебя так ради вот хоть какой-то диалог хоть какая-то обратная связь добрый вечер как изменить убеждения которые мешают жизни опять-таки убеждение это ваше намерение как только вы понимаете какую очередную гадость или какое бездействие вы сейчас до самого себя или самой себя продуцируете значит вы получите ту же самую ситуацию как обычно ваше намерение должно по отношению к вам всегда стыковаться с вашим желанием намерение желание это обязательный результат изменений которые вы получите пускай он будет сначала кривенький не очень тот который хотелось бы но оттачивая вы получите то что вы хотите чем меньше уровень зависимости от каких-то сомнений переживаний размышлений вашей голове будет присутствовать тем больше эффективности действие понимания что вы собираетесь делать зачем и по какой причине будет выстраиваться в противном случае вы пережевываете всю свою жизнь и все свое время при этом ничего не делаете сначала берете ну просто заведите блокнот элементарно мне сегодня нужно сделать то 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 тут и научитесь видеть на чем вы стопоритесь значит это действие или неверное или она принудительная принудительная кем вами тогда ищите проще вариант развития значит как то это нужно делать но вот по-другому скажу две руки у нас есть да вот вот так это просто а вот так это уже сложно понимаете так вот вашей жизни все должно быть устремлено к тому как проще сделать качественнее эффективнее и за меньший промежуток времени можно вот так залезть но это очень долго очень неудобно и не приносит вот именно этой эффективности и некрасиво некорректно там дальше пошли какие-то сопроводительные элементы вот должно быть просто эффективно и не затратно сколько нужно столько и нужно ни больше ни меньше и не через пятую там не знаю пятый угол четвертого дома вот там наверно лучше потому что вот с такими действиями вот с такими разногласиями разноплавного плановыми разновекторными мыслями вы всегда знаете как как у павлина хвост распушиться распушился на этом стал рот раскрыл птичка спой а спеть то я не умею вот это и называется декорационная часть хвост распушила когда дело так забыл все должно быть слажено просто эффективно и без внутреннего сопротивления если есть сопротивление значит или действовать не нужно которое вы делаете или она неэффективно изначально любое неэффективно изначально действие всегда будет без конца натыкаться на препятствия меняем все меняя правда может быть очень жесткой а может убивать начинание насколько нужно быть правдивым с собой с другими никогда правда не может убить начинание не выдумывайте пожалуйста обман обесценивание манипуляция изменения корректировка без апелляционная вот это убивает все начинания когда вам правда чего-то хочется вы точно знаете что вам нужно это освоить и не сразу став на коньки вы не станете чемпионом мира но если вы хотите стать чемпионом мира то это ваше хочу и образ на пьедестале дотянет вас так что вы станете лучшим среди лучших не то что среди равных а среди лучших а и какая правда может убить ваша хочу когда ребенок встает в 5 утра и едет играть в хоккей его можно убить тем что это не перспективно пошли играть в теннис потому что теннисный корт рядом нежели чем клуб который находится за четыре остановки нужно садиться в машине и вести его туда вот это обман это кто-то убивает чужой интерес для того чтобы не напрягаться сильно перестаньте перекручивать все правда не может ник да она бывает жесткая да она бывает неприятная да она такая но она ничего не убивает никогда и можно сказать сказать по разным можно можно кувалдой по голове а можно за полчаса 40 минут а можно целый день объяснять вот тут лавировать временем и подводить к тому или иному именно образу как это должно быть и объяснение к этому тут по времени можно поиграться но правда никогда никого не может разрушить никогда а обман запросто вот это вот обманут во имя там чего-то да рано или поздно это выходит и потом начинается огромная куча неприятностей и всяких ситуаций которые длятся годами не могу простить не могу забыть не могу пережить вот только потому что очень долго кто-то кого-то обманул добрый день бывший муж не помогает деньгами а наоборот просит ему помочь как донести что с его стороны рассчитываю на помощь в затратах на ребенка были договоренности но они не выполняются ну так он у вас старый ребенок если вы он еще соблаговолил у вас чему-то что-то попросить ну как ему донести ну расскажите кто он на самом деле напомните кто ему что там то что здесь такого то вот у нас какая интересная история бывает значит где то я прямо труд открываю и поехала а там где вот как-то надо бы позицию свою спокойненько надо бы сядь прояснить потому что ребенок то наш его и мой если вам поют песню типа может ты мне поможешь значит вы дали к этому повод значит вы как-то перед ним на его взгляд или вы показываете выглядите лучше нежели чем есть на самом деле значит его каким-то способом пытаетесь завлечь вот это и называется обман но коль вы его завлекаете зачем вам помогать если вы завлекаете тем что помогаете ему деньгами какая такая вот завернутая история такая проще смотреть если он не готов значит он абсолютно уверен что он имеет право по отношению к вам и вашему ребенку так поступать значит вы дали эту возможность выбирайте возможность посмотрите что будет дальше еда превратилась во что-то очень важное сладкое обязательное окончание вечера растолстела падает здоровье с чего начать менять эту привычку но она доставляет удовольствие значит те условия то работа тот человек вообще то среда обитания в которой вы находите не доставляет вам удовольствие поменяете среду обитания перестанете получать удовольствие от заедания сладкого и тихого такого вот я вам всем назло значит была какая-то серьезная стрессовая ситуация через которую вы не смогли пройти по тем и не иным там причинам и теперь как компенсация вы пытаетесь вот только что рассказывала при помощи сладкого неважно алкоголь сладкое там еще там какие-то наркотические вещи такие да они всегда являются компенсацией как оправдательная система самой себя потому что там вот я не справилась но и делать ничего не хочу исправлять не хочу вот так это работает почему в наше время женщины ненадежны в браке это из-за завышенных ожиданий с их стороны ой да ну почему же только женщины все мы там не очень хорошо и прилично себя ведем давайте не будем пальцем показывать обе стороны имеют очень хорошее основание да кто-то хочет допустим берем мужчин мужчина выбирающая все женщину он же руководствуется немножко другими параметрами в отличие от женщины женщина девушка она бы очень хотела от мамки убежать там как-то если у нее там что-то есть вот там как-то и придумать себе образ как он будет ей делать хорошо она при этом будет на него глазками хлопать и дома сидеть и с подружками инстаграме переписываться если молодой человек или мужчина не увидел этого не уточнил не прояснил не для себя выводов не сделал никаких да но не увидел этого а согласился ну взял там принял пригласил то это само собой разумеющееся потому что девушки на сегодняшний момент тоже не особо обременены они сразу все вот это сидят в кафе вот и он в телефоне она в телефоне них там свои какие-то потаенные переписки где-то они там ходят что-то не там делают каких-то нам трансляциях участвуют они же не живут они же все время в чужой жизни если мужчина это видит и думает что у меня хватит силы ее исправить но вряд ли значит есть какая-то причинка за которую вы зацепились именно эта девушка именно с ее внутренним миром вот так вам приглянулось что вы пошли на такие вот ухаживания переживания приглашения а потом когда вы увидели что ничего не меняется по какой причине должно что-то измениться если вы ее такой взяли значит ее надо как-то там то ли воспитывать то ли с ней разговаривать объяснять показывать договариваться прояснять но никому нет дела до этого проще очернить вот она такая сякая вы ее взяли значит вы очень на нее похожи точно так же и в противоположную сторону вот если вы готовы что он будет вам на голову там тиранить одевать и вы будете молчать только ради того чтобы он был дома или иногда приходил потому что он такой красивый потому что вот он меня взял потому что еще все идет от того нет уважения нет воспитания нет нравственности никакой нет этических норм никаких вообще нет культуры никакой но тогда что вы хотите самое простое друг другого сделать виноватым ты должна ты должен и поехать но только роли совсем разные и женщина будет мужчина обманывать но будет она обманывать но там больше месте вот срок короткий как они говорят там век короткий тогда быстро замуж надо быстро ребенка и она будет и льститься она будет тут пристраиваться приручаться до момента пока она не решит свою задачку потом она покажет все прелести жизни но так мужчина тоже должен обладать хоть какой-то формой понедельности своей безопасности не различаете причем здесь она значит вам это очень нравится только вы хотите быть такой или так такой или таким ну зачем же перекидывать вот всегда притягиваются две противоположности всегда и кто-то кого-то делает кто-то кого-то строит кто-то кого-то тормозит кто-то кому-то противостоит но это все делается для одного чтобы люди остановились и научились разговаривать научились общаться научились изменяться противном случае следующий журжерс говорила будет хуже чем предыдущий и так до бесконечности потом выставу выходят к 40 к 45 значит великие женщины которые героини воспитали если удалось родить ребенка и они такие матахара своей жизни они там рассказывают они повествуют они дают цитаты они все знают как воспитывать как с мужчинами поступать там вот это вот все так методично и что это не такие сякие у нас их нет и мужчины которые когда зачем они нужны да они вот а я тут хороший на самом деле это несчастные люди которые так и не смогли воплотить свою жизнь мечту чувствительность свою глубокую глубину этих отношений познать принять а это красивая картинка чтобы никто не догадался как хреново мне внутри если вы этого не различаете то вы идете по той же дороге которая ведет в тупик все количество денег не влияет на внутреннее душевное состояние и чем больше денег тем больше проблем и должно быть достаточно на каждом этапе вашей жизни на каждом витке вашего развития а все остальное это прокопа пропаганда для того чтобы вы денно и нужно тратили свою жизнь в каких-то организациях неведомо за что а скорее всего ведома обогащая других людей собственными делами и поступками времени взрослый сын часто обещает и не делает например приеду и не приезжает я уже его обещание серьезно не воспринимаю как ему об этом сказать чтобы не нарушить наши отношения ну так уж наверное его принуждаете к чему-то вообще отстаньте от своих детей вот научитесь ними разговаривать сына будешь готов то напиши пожалуйста ну хотя бы день за два чтоб я так немножко могла там что-то вкусненькое да ты ж на я же знаю что ты любишь перестаньте их на коротком поводке держать соскучиться приедет что-то будет не так если действительно доверительное отношение первое кому он обратиться и приедет кэт матчет как-то мне не так это будете вы что же вы из-за эти обещания так как вот на как на удавку их сажаете они же взрослые люди у них должны быть свои какие-то жизненные ситуации цели они должны понимать что они делают как в детстве иди сюда шарфик надень уже пора спать кушай ложись молчи и читаю уроки делай сколько же можно конечно он не приедет потому что вы принуждаете а вы отпустите тогда вернется я же как-то говорила удерживающий всегда теряет отпускающий всегда получает просто любите своих детей кроме вас все равно больше никому пока добрый день дали николаевна подскажите пожалуйста как справиться с выгоранием заранее благодарю выгорание это состояние при котором вы имеете очень неэффективную жизненную позицию ли модель когда вы находите обязательно находите ли к вам приходите притягивать магнитная система такая если понятно человека с отрицательной энергетикой агрессивного на которую если мужчина то это обычно на женщину женщина обычно на мужчину взятая детская модель это тот авторитарный родитель который принудил бояться и одномоментно смотреть с восхищением потому что надо же какой сильный а я такая слабая когда человек принимает что он слабый и бездеятельный его его жизнь это просто безысходность он всю свою знаете как иллюзорность превращает в то что вот я его люблю того кто похож на папу или я ее люблю да вот я не могу я страдаю это говорит лишь об одном во первых вы включили кнопку иллюзии иллюзия всегда поворачивается красивой достойной такой очень яркой стороной сама по себе и очень скверной непристойной больной и опустошающей выгорающей по отношению к человеку так вот выгорание происходит тогда когда вы все время перерабатываете чужую отрицательную энергию чужие отрицательные эмоции и для себя самого ничего не делаете у вас знаете как стиральная машина в которую без конца бросают и бросают грязное белье обесценивают игнорят изменяют обстоятельства какие-то ситуации вам без конца выстраивают через которые вы все пытаетесь пытаетесь там перебежать переползти перейти но это бесконечность и такую ситуацию такую жизнь выбирает сам человек остановиться всегда можно в любой момент потому что у этой ситуации есть конкретные люди конкретное занятие и конкретные условия в которых вы находитесь для того чтобы вот за счет вас за счет ваших сил за счет вашего времени кто-то становился на ваши плечи и жил лучше нежели чем вы за счет вас как только вы перестанете это делать значит сначала будет откат и будет бессилие нужно будет полежать немножко отойти там погулять что-то вкусное покушать отдохнуть хотя бы куда-то уехать физически сменить плоскость до сменить именно среду обитания работа это там личные отношения мама с папой там друзья подружки да вот конкретно где-то это происходит кто на вас сливает и обесценивает нужно выйти куда-то уехать немножко осознать немножко прийти в себя увидеть это все изменить положение тогда перестанете выгорать оксана спрашивает что значит ответственность перед семьей и как я могу отвечать за другого человека ну я не знаю какой семьи разговор ведете если мы говорим о вашей семье где присутствует допустим супруг и вас дети то мы по природе своей женщины отвечаем за каждого что такое отвечать значит в вашем доме должно быть тепло и уютно вашем доме должно быть чисто и вкусно вашем доме должны звучать улыбки смех и то что касается ваших детей глядя на вас когда вы подходите их будите ложить или читаете с ними книжки сказки или гуляете на улице они должны улыбаться это вот та приятная ответственность которую женщина берет на себя по своей природе а какой вы меня ответственности спрашиваете я не знаю если уточните вопрос я уточню ответ ирина николаевна я прекрасно осознаю степень интеллектуального и морального разложения современного общества моя стратегия держаться от всего этого балагана на расстоянии но порой я ощущаю вину за все это как не сбросить себя ответственность за окружающих меня недоумков насчет вины я сомневаюсь насчет там еще там чего-то сомневаюсь если вы действительно испытываете дискомфорт вот я сижу перед вами в силу того что тоже ежедневно общаюсь и работа у меня такая интересная которую я безумно люблю и очень долго ею занимаюсь я себе поставила очень простую но достаточно серьезную задачу вот все что я знаю все что я смогу донести чтобы у людей была возможность измениться и улучшить свою жизнь я это делаю разными способами разными путями зависимости от запросов и от тех людей которые ко мне приходят вот один из форматов я с вами общаюсь другой формат это занятие третий формат это консультации четвертый формат это там корпоративные какие-то мероприятия от того что вы чисто чувство вины то испытываете я думаю что она надуманная но тем не менее как вы улучшите эту жизнь становитесь рядом и мы сядем мы с вами проведем вместе стрим если с индивид с интеллектуальностью пониманием и со всем остальным у вас все хорошо надо дать возможность людям посмотреть другими глазами другую сторону в момент развития момент знания хотя бы каких-то изменений дать шанс дать будущее а констатировать что мы тут все такие сякие да сейчас не самое лучшее время да действительно это тогда деградация и безысходность у людей она взращивается надавится но это не говорит о том что мы должны с этим согласиться признать себя дебилом абсолютно медицинский термин это наверное самое простое или превратиться в него от того что один раз живем и надо этой жизни брать все еще неизвестно там кто прилетит там кто там на нас нападет там да но это такая животная душа называется вот сейчас нажраться забыться напиться переспать с кем-то а завтра вот хоть трава не расти нет она будет расти природа не позволит нас просто так знаете как долго долго утюжить мы единое целое и если уж тут мы совсем насолим себе и ей в том числе да это произойдет быстро а если нету нам придется наблюдать рядом с вами рядом с мне с собой да там то что я вижу и вам придется наблюдать эту деградацию но коль вы нашли силы в том чтобы подняться самому и чему-то научиться в чем-то разбираться тогда подарите этому миру людям которые будут вас слушать или пишите там я не знаю разговариваете чтобы у них была возможность далеко не всех есть возможность далеко очень далеко на сегодняшний момент не как это говорят молодые не а из условий из которых они вышли так вот интернет должен работать во благо как любое другое действие и вы в том числе как человек который понимает собственно говоря что происходит в такой катастрофической катастрофической скорости останавливать мы потом будем разбираться кто больше кто меньше а сейчас нужно останавливать по крайней мере делать все возможное чтобы у людей проснулся тот пресловутый интерес к жизни что-то изменить чему-то научиться если этого не произойдет то все равно нам придется жить в этом обществе вот я точно не хочу смотреть на людей которые трех двух слов связать не могут я сделаю все возможное чтобы хоть какое-то количество людей хоть чем-то заинтересовалось а возможности сейчас более чем достаточно то что присоединяйтесь что будет если человек хочет уйти из семьи но остановить рождением ребенка какие могут быть последствия еще раз что хочет если человек хочет уйти из семьи остановить рождением ребенка это женщина спрашивает оксана ни в коем случае не должен быть ребенок как инструмент по остановке мужчины который уже заявляет такую позицию тут же очень просто или он вас пугает значит вы что-то не так делаете или вы настолько его разочаровали в том что но ведете себя некачественно до не читаемо для него это уже остановить невозможно никогда девушки родные хорошие мои женщины за рог себе поставьте чтобы не плакать всю оставшуюся жизнь никогда нельзя мужчину удержать ребенка ребенок это ответственность женщины девушки матери если вы будете пытаться мужчине одеть на голову и упрекать его в том что вы носите или вас есть ребенок от него вы обрекаете ребенка на вечное страдание осмотреть вам придется на это я понимаю что можно отвернуться но лучше этого не начинать потому что ничем хорошим это не закончится ничем ни один мужчина не остань а если он останется то вашей крови не будет никакой радости никакого счастья нравится парень но я его боюсь как понять это интуиция оберегает меня или это комплексы ну начнем с того что вы ему нравится во первых почему он нравится почему вы убоитесь интуиция здесь причем вот каша мало вот есть молодой человек с которым вы просто не знаете как подойти познакомиться и вы это будете транслировать как страх или вы на него смотрите и точно для себя объясняете что он такой крутой он такой из такой семьи а я вот такая сякая какой интуиция разговор видео это первое второе он на вас обращает внимание убираем иллюзию еще раз говорю иллюзия всегда к человеку поворачивается очень красивой стороной но неприглядной по отношению к человеку самому будьте чуть-чуть терпимее если действительно это ваш или действительно вы ему интересно он обязательно на вас обратить внимание что сразу страдать то еще ничего не произошло часто сама себя обесцениваю как это побороть назначите цену всему тому что вы делаете свою личную один один биткоин 2 биткоина до ценовая политика в рублях сделали что-то получили зарплату еще рассказала три биткоина три по 10 отложила и как только вы увидите эту свою ценовую политику сколько вы можете каким способом вы это достигаете ничего личного а бесценка всегда идет из семьи значит вас ну по крайней мере на таком обычном сленге вас не любили что такое не любили не давали внимание не организовывали безопасность и как ребенок считает ну я была не очень нужна или не дайте а господи мама говорила если бы не ты это вот то да я да то да сюда ишь начали сразу с младенчества выливать всю свою несостоятельность которую рассчитывали при помощи вас с вашим отцом там что-то получить не так много вариантов но тем не менее не так вот вы научитесь ценить ваше время и ваши вообще ресурсы которые вы имеете если вы потратили пять лет для того чтобы кем-то стать эти пять лет должны монетизироваться в какую-то хорошую должность зачем вы учились пять лет если вы что-то хорошо и классно делаете руками значит это должно стоить денег если вы что-то можете интеллектуально решить там занимаетесь творчеством программирование не зачем значит это должно как-то монетизироваться куда вы тратите во что вкладываетесь и чтобы это увидеть вот вы назначаете цену своим усилием в месяц там или как вы работаете и тогда очень быстро приходит оценка очень быстро есть эмоциональная оценка вам приятно с человеком разговаривать он искренне вам говорит спасибо а есть материальная оценка ничего личного классный специалист и берете деньги за свои там и не знаю поделки услуги и какое-то действие вот так привычно последнее время женщинам быть убогими но очень я сомневаюсь что вы таковыми влияетесь на самом деле вот такая ширмочка вот такая вот какая-то ну неправда ну неправда чем больше нас обесценивают тем больше бессознательном душе накапливается агрессия чем больше человек декларирует что он такой няша тем больше он будет не валяша со знаком минус тогда когда что-то будет идти не так как он себе придумал не бывает такого а самооценка поднимается очень просто взрослый человек отвечает собственно говоря за себя за свой комфорт и за свою перспективу сможете нравится в чем дело потому что бесценить не сможет хочется чтобы кто-то ну тогда будут проблемки задачки нерешенности здравствуйте здравствуйте есть ли смысл возобновлять разорванные отношения или если человек один раз ушел то уйдет и второй заранее спасибо спрашивает пикассо услышите меня если отношения закончились вот закончили ситуация пришла но условно развод все вот разъехались какой-то там месяц-два никаких да все вот человек ушел жизнь через какой-то момент времени начинается новые там кто-то позвонил на обычно дети там еще как-то женщине очень просто на самом деле услышать увидеть и почувствовать насколько действительно в том мужчине отцы детей там дали бывшего мужа когда он начинает говорить приходить и о чем-то заявлять действительно произошли изменения или зная его он просто пытается по второму разу зайти условно потому что идти некуда жить негде там да там работы нет там еще там чего-то нет вы зачем себе на голову одеваете вот эти все какие-то высосанные из пальца придумки мы ж не такие слава богу еще тупенькие то все мы все прекрасно все понимаем другой вопрос что мы ищем свои выгоды в этих отношениях они видим с чем человек пришел то тут я соглашусь тогда проговариваете выясняете вот мне всегда удивляло люди десять лет там пять лет прожили а потом начинают говорить какими-то такими иносказательными языками по 10 лет вообще общались нет вы спали в одной кровати вы ели с одной тарелки вы жили в квартире куда что делать или это вообще так это было мимо проходили вы же знаете человека с которым жили вместе разницу видите как было и как пришел как стало если что стало изменилось и вы это видите и чувствуете почему нет тот ушел новый пришел если он пришел новый почему нет и не только он виноват да значит вы создавали определенного качества ситуацию в которой не смогли договориться если от вас ушли моя дама постоянно обвиняет меня во всем на свете особенно в том что очень свойственно ей самой конечно мы какие-то зеркала друг для друга но никакого просвета в отношениях и корни ну да вот я такой и дальше что вот обвинение посыпали значит вас подвигают на какие-то подвиги значит вы то что хотите сделать или имели намерение или о чем-то мечтали вы этого не делаете значит начинаете реагировать только из-под палки опять возвращаемся стимул реакции значит вам нужна была такая девушка которая истерична будет вас во всем обвинять и вы от не хочу под плеткой пойдете что-то делать есть пару раз тройку раз это повторилось значит это становится механизмом управления вас и вы по-другому не можете ну так это же вы притянули в ее ее вашу жизнь для того чтобы она вами управляла чего тогда жалуетесь научитесь самостоятельно в чем отличаются люди взрослые ответственные самостоятельные от всех остальных вот всех остальных надо по свистку загнать в офис раньше на заводы пароходы там куда-то заставить дать инструкцию проследить чтобы они все сделали сейчас все живут в камерах там в трех ракурсах а то и в пяти все наблюдают за своими работниками потому что они ничего не хотят делать интересно почему вот работник пришел на работу подписал договорные обязательства о том что он берется выполняет взаимную сумму денег шесть дней в неделю пять дней в неделю такие-то такие-то вот действия почему все друг за другом следят вот работодатель бедный он с ума сходит денег тратит немерено для того чтобы наблюдать за своими служащими потому что они не хотят работать принцип тот же и в семье кто-то сидит и думает кто мусор понесет кто яичницу приготовит кто посуду помоет мы ничего не хотим делать но тогда естественно будут дома будут крики упреки и плевки в лицо а потом удары само собой потому что стимула надо все больше и больше а на работе будут отрезать зарплату урезать ставки там и все прочее мы же не хотим ничего делать а теперь самостоятельно какая зависть идет по отношению там предпринимателям бизнесменам а вы попробуйте что вас никто не стимулирует каждый день чем-то заниматься вот просто недельку так поживите с мерой ответственности о том что на вас лежит за все предприятие ну так достаточно во все это представляем что я это да они это вот нет нет попробуйте тогда будете право иметь кого-то осуждать и кого-то обвинять вот так и в отношениях один в один все одно и то же женат не хочу заводить детей больше половины друзей знакомых родственников либо в разводе после появления ребенка либо постоянно в ссорах и вы хотите у меня что разрешение спросить или как верно неверно но не хотите не заводите по крайней мере это честно другой вопрос насколько ваша половина с вами согласна тут вопрос значит она вам будет делать ровно тебя наоборот или чем больше вы будете не согласны тем больше она будет требовать светлана спрашивает на работе женщина сотрудница всех подчиняет себе и пока не добьется своего не оставляет в покое давит эмоционально как это прекратить и не эмоционировать при этом самой первое как какие у нее полномочия на это и почему вдруг собрались такие зависимые эмоциональные кругом которые не держат одной одной если у нее нет прав если она вас не выводит из равновесия по поводу того что вы не полнее не выполняете свои должностные инструкции какие-то ну тогда и поставлена задача тогда вообще его ничего не сделаете до тех пор пока не будете выполнять до точки то за что вы получаете деньги если это ведется из расчета выведения тупо потому что вот там как-то да ну тогда вы очень слабые там все она за счет вас именно выводя вас из равновесия именно вами питается это называется эмоциональный вампир ну тогда вы же сами ей отдаёте почему она вас всех может а вы все против нее бессильны вот видите о чем мечтал попробовал и разочаровался нужны новые мечты как придумать выбирать только выбирать придумать что вы можете придумать узость вот восприятие наше она же заканчивается на том кругозоре которые вы видите вокруг себя если то что вы о чем мечтали и это не ваша значит эта мечта была навязана чем больше человек пытается у кого-то спрашивать или из кого-то кальку снимать вот эту копирку снимать тем меньше и большей степени вернее вон в этом во всем разочаровывается предрасположенность есть у каждого значит у вас есть то что вы умеете делать просто классно и в любой момент времени и вот с этого что вы умеете делать и нужно начинать прикладывать это к той специальности к тому направлению которая будет знаете как улучшать и ускорять ваше освоение чего-то нового нежели чем тормозить и про и противопоставлять еще раз для примера вот мне сидеть и молчать и цифры считать это легче кого-нибудь прибить и нужно быть совсем неадекватным человеком чтобы пойти и стать бухгалтером но можно меня наверно было заставить я как-то бы с этим смирилась но негодование и неудовлетворенность была бы стоиста вот и у вас есть такое то чем вы занимаетесь чем интересуетесь и на это можно потратить достаточный промежуток времени и время в вашем случае будет течь у них часа у вас минута и вот только это от отсюда как от точки отчета нужно и прикладывать где это будет самое эффективное самое простое самое емкое вот тогда да как перестать воспроизводить похожие ситуации съехала от родителей выпивающих теперь в соседней квартире шумит сосед выпивоха но вы же их эмоционально ненавидите или там стесняетесь ли раздражаетесь вот как только вы примете вот как это не парадоксально звучит перестанете осуждать и будете заниматься своей жизнью то тогда ситуация вокруг будет меня до тех пор пока человек агрессирует ненавидит не принимает возмущается чем-то в этом мире это будет садиться ему на голову как только вы понимаете и понимаете хотя бы тем более взять ситуацию ваших родителей вы видите откуда это по крайней мере это ваши родители можете поговорить там с бабушками не знаю с какими-то знакомыми с какими-то близкими родственниками да и понять откуда это и сделать для себя выводы и не осуждать очень просто осуждать другого но того кого мы ненавидим мы обязательно им становимся чем больше мы отторгаем тем больше мы притягиваем почему вы поймите причину и не суди да не судим будешь тогда и сосед перестанет вам на голову что-то одевать ну по крайней мере не так часто не так громко будет выпивать вопросов больше нет отлично тогда я с вами прощаюсь до будущей пятницы рада была встрече и очень надеюсь что наша с вами беседа что-то вам дала возможность прояснить всего доброго